Артек, Орленок, Океан и Смена. Поехать в эти лагеря мечтают многие школьники. Большинство ребят и их родителей думают, что попасть в один из всероссийских детских центров нереально и очень дорого. Но это не так. Активисты из ДО «Сияющие звезды» рассказали о том, как выиграть путевку в эти лагеря и почему там нужно побывать каждому. Каждый лагерь уникален по-своему и в каждом лагере есть что-то лучше другого или хуже. Один из шансов, который вот сейчас самый реальный, это финал Большой перемены. Сейчас мы едем на полуфинал, а финал будет в Артеке. И там будет целая смена. Последний раз Екатерина была на смене в лагере «Океан», который находится на берегу Японского моря недалеко от Владивостока. По словам девушки, это был интересный опыт. Она узнала много нового и познакомилась с ребятами из разных уголков страны. Лагерь «Океан» – это концентрация дружелюбной атмосферы, это концентрация учебных программ по дополнительному образованию. Очень много таких программ и, наверное, профессионализм каждого из педагогов. Для Алины Товторкиной любимым лагерем стал «Орленок». Туда она попала благодаря конкурсу «Песенка года», где для ребят проводят мастер-классы от признанных деятелей культуры, конкурсные испытания и концерты с участием звезд эстрады. Алина была и в других всероссийских детских центрах, но «Орленок», по ее словам, самый душевный. Это всероссийский детский центр, в котором побывало огромное количество детей, знаменитостей, например, Андрей Малахов, Лазарев и так далее. И это очень душевный лагерь, в котором очень много разных творческих программ, спортивных программ, в котором каждый ребенок может реализовать себя, показать свои навыки. Дети внимательно слушали выступающих, задавали различные вопросы, чтобы решить, какой лагерь им понравился больше. Ребятам посоветовали активно участвовать в жизни школы и класса и собирать портфолио личных достижений, чтобы выиграть путевку в один из лагерей. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.